Наконец-то эпидемиологическая ситуация практически нормализовалась и фестиваль «Праздник Миллениум» стартовал с грандиозного концерта, который состоялся в спортивном комплексе «Виктория». Центральный гость вечера – заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Она открыла фестиваль «Праздник Миллениум» так же феерично, как и тогда, в год тысячелетия. Это шоу – большой концерт. Основной исполнитель и солистка в этом концерте – это заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская. Но, конечно же, участвуют и наши брестские коллективы, и хореографические, и вокальные, и инструментальные, и коллективы из города Минска. Напомним, что в 2021 году мероприятие проходило в онлайн-формате. В нынешнем же артисты из 33 стран мира могут вживую показать свой невероятный талант. Всего в фестивале участвует порядка 3000 конкурсантов со всех уголков планеты. Среди государств – участников Польша, США, Италия, Франция. Это говорит о том, что проект «Миллениум» в первую очередь направлен на объединение людей с разными взглядами, менталитетом и культурой. Безусловно, это говорит о том, что культура Беларуси, культура международная, то есть она объединяет людей, несмотря ни на какие определенные преграды. То есть мы видим о том, что наша молодежь, дети и люди чуть старшего возраста, то есть они участвуют в данном фестивале. Да, конечно, кто-то принимает участие онлайн, отсылает свои видеоматериалы, жюри будут их отрабатывать, смотреть и принимать определенные решения. Но посмотрим в субботу 16 апреля, посмотрим, кто победит и кто заберет главный приз. Примечательно, что организаторы фестиваля «Миллениум» проводят праздник под эгидой года исторической памяти, поэтому тематика практически всех выступлений завязана на событиях прошлого. Важнейшей задачей проведения мероприятий является патриотическое воспитание молодежи через искусство, творчество и взаимопонимание. Более трех тысяч зрителей в зале, более трех тысяч конкурсантов из 33 стран мира. Даже некоторые из них смогли приехать в Беларусь и сейчас уже находятся в зале. Более 10 тысяч человек посетят за все дни наше мероприятие. Пять дней, пять конкурсных номинаций, профессиональнейшие жюри. Я хочу сказать, что мы счастливы о том, что в этом году «Миллениум» состоялся в таком формате. Вообще, вот этот четвертый фестиваль и всегда фестивали не похожи друг на друга. В этом году фестиваль посвящен году исторической памяти и все конкурсанты побывают в самых значимых исторических местах Бреста, что тоже интересно. Впереди участников ждет увлекательное путешествие длиной в три дня. Многие из них впервые посещают город над Бугом. Гостям интересно познакомиться с историческими местами нашего города и лишний раз убедиться, что Беларусь – одна из самых гостеприимных стран мира. И несмотря на все противоречия наших дней, благодаря таким праздникам обычные люди, артисты, художники продолжают общаться и развивают дружественные отношения. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Буг-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok